Книга «Открытым оком», том 3, тема «Работа», вопрос 1149. «Можно ли любить свою работу? Не есть ли это пристрастие к ней? Можно ли испытывать удовольствие от труда?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Хотя труд и дан Богом, как наказание за согрешение, но Он же, наш любящий Отец, посылает и благословение на труд, на эту землю, проклятую им за принятие крови. Любовь Божия ко мне выражалась и в том, что я вкусил радость от многих работ, которыми я занимался в своей жизни. Я сделал экономную, красивую печь и взял за труд намного меньше, чем другие печники-пьяницы. Доволен хозяин, доволен и я, и это довольство получено от совместного труда». Иоанн Златоуст говорит о радости земледельца на весенних работах. Когда он радостно предвкушает пыль осеннего гумна, хорошо сделанная работа врагу нынею. Рассказывает, что когда Пушкин дописал Бориса Годунова, то рядом никого не было, но он чувствовал, что замысел его удался. И он знал, видел, какая радость будет на лицах его друзей. Он ударил ладоши и воскликнул. «Ай да Пушкин, ай да молодец!» Вот эта радость взрослого, как у ребенка, вызывает благодарность Богу за благословенный труд, облагораживающий землю и жизнь нашу. Работу свою можешь и не любить, но обязательно делай ее, как для Господа. И в этом будет твоя радость. Колоссянам 3.17 «И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Колоссянам 3.23 «И все, что делаете, делаете от души, как для Господа, а не для человеков».